Все, я банкрот. Стоимость обслуживания кредитов начинает расти. Тратить ни с чего, доходы не растут. Самое опасное в финансовой системе – это отсутствие доверия. То есть они будут очень сильно страдать. Один квартал, два квартала, три квартала. Потом, когда уже все расслабятся, то будет уже больно. Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня такое необычное видео. Много информации сейчас бродит на просторах интернета, что с банковской системой США. Многие приходятся видеть комментарии, что говорят, что поздно выходит контент. Но я неоднократно говорил о том, что я все-таки стараюсь использовать последствия первого, второго, третьего порядка. Немножко погасить эмоции, которые происходят, чтобы пена непосредственно улеглась. И посмотреть, что же происходит на самом деле, к чему может привести. Поэтому давайте поговорим, что происходит в банковской системе Соединенных Штатов Америки, кого это касается, какие риски могут быть, почему это так встряхнуло и напрягло очень многих людей, особенно в Америке. Это начало конца или все-таки конец откладывается на какое-нибудь более продолжительное время. Смотрите обязательно данное видео до конца, если вам интересно мое мнение по данному вопросу. Итак, поехали. В Америке произошло следующее. То есть, есть крупные банки, есть мелкие банки. То есть, мелкие банки, они, соответственно, как правило, работают с малым и средним бизнесом. То есть, взять операционные какие-то деньги, подоборотный капитал. То есть, большим банкам с мелкими возиться неинтересно. Там, Bank of America, City, да, то есть, он работает с крупными корпорациями. То есть, мелочь ему неинтересна, соответственно, там очень много волокиты, проверять это все нужно. То есть, они работают с крупными холдингами, с крупными корпорациями. Что делают региональные банки? Региональные банки, соответственно, они работают с деньгами физических лиц, работают с частным бизнесом. Частный бизнес, это не крупная корпорация, там более высокие риски, более высокие доходности. В качестве примера, одно дело Сбербанку дать в кредит Лукойлу или Газпрому, кредит выдать какой-то для него. И другое дело дать человеку, который работает по найму. И, соответственно, физическому лицу будет более дорогой кредит. То есть, выдать там кредитную карту, автокредит, ипотеку даже, да, это все равно будет для банка более доходно, нежели чем дать какой-то инвестиционный кредит Газпрому или Лукойлу, да, потому что того более высокое кредитное качество. В Америке все то же самое. И что получается? Чтобы деньги несли малые частные банки, да, они дают более высокую доходность, более высокую, ну, более привлекательными становятся, им нужно привлечь фондирование. Окей, фондирование привлекли, деньги собрали. Соответственно, эти кредиты, они в дальнейшем могут выдать, ну, то есть, эти привлеченные деньги, депозиты, они могут выдать в форме кредитов или купить американские трежерис. То есть, они привлекали короткие деньги под высокий процент, ну, то есть, короткие деньги, это депозиты до одного года, под достаточно высокий процент, там, я не знаю, полтора-два, а эти деньги размещали в долгосрочные трежеря, то есть, в более длинной дюрации, для того, чтобы получить более высокую доходность. И когда ФРС стала повышать процентную ставку, эти облигации, которые они покупали, на которых они зарабатывали, они упали в цене на 20-30 процентов. И возник вопрос, да, денег недостаточно. Люди побежали забирать деньги. Если раньше, например, в 2007-2008 году люди бежали забирать деньги, они бежали в отделение банка, в частном порядке обращались, давали заявку на вывод денег, да, и выстраивались какие-то определенные очереди, и просто операционные кассы должны были обслужить вот эту вот всю толпу, всю очередь, да, это было время, и время можно было обдумать, можно было выделить помощь, можно было дать что-то еще. То вот эти вот сейчас с развитием технологий деньги через приложение выводятся мгновенно, да, это подобно тому, что вы взяли, там, я не знаю, зашли в Сбербанк онлайн, да, и перевели деньги из Сбербанка, там, в ВТБ, или с ВТБ в Тинькофф, или из Тинькофф в Сбербанк. Ну, то есть вы это можете сделать мгновенно, вам не нужно обращаться в отделение, и получилось, что быстро побежали, все начали в электронном виде переводить деньги, там, со счетов банков в более надежные банки, в более крупные, или просто забирать себе, или просто забирать из банкоматов снимать непосредственно, да, а банки, они не могут продать эти тражеря, которые они купили, да, то есть они у них и так с убытками, они их еще и вынуждены продавать, и этот убыток бумажный переводить в реальный убыток, да, и, естественно, произошел разрыв в балансе. Банка, да, то есть он начал продавать свои активы, денег недостаточно, чтобы исполнить обязательства перед вкладчиками, все, я банкрот. То есть если бы просто продержались, да, там, успокоили эту ситуацию, то, может быть, как это можно было выправить? Сейчас это невозможно. Активы, в том числе, переходят, активы переходят за копейки, переходят в большие банки, переходят с большими дисконтами, да, и, соответственно, вот то, что происходит сейчас. А если падает такой банк, то малый бизнес, как это работает? Если обслуживают малый бизнес, выдают кредит, как правило, говорят, давай ты дружище деньги у нас будешь размещать в банке. И что тогда получается? Что малый и средний бизнес, который держал деньги в банке, да, у него присутствует риск, что банк ему эти деньги не отдаст. И поэтому это вот некое такое напряжение вызывает. Но пока это касается региональных банков, это, скорее всего, идет вопрос такой же консолидации, как было, допустим, в России. Значительная часть региональных банков в Америке перестанет существовать, они перейдут, консолидируются в более крупные, там, под крыло каких-то больших банков будут переходить. Поэтому сейчас пока что ресурсов достаточно, чтобы с этой ситуацией справиться. Так как все-таки очень много сейчас идет разговоров о том, что будет прям коллапс-коллапс, думаю, скорее всего, в такой период коллапса не будет. То есть сейчас все стабилизирует, потом, когда уже все расслабятся, то будет уже больно. Никто не может предугадать, как дальше будут развиваться события. То есть сейчас очень многое зависит от того, каким образом будет действовать Федеральная резервная система США. То есть сейчас получается, что самое опасное в финансовой системе – это отсутствие доверия. Отсутствие доверия к регулятору, отсутствие доверия к контрагентам, отсутствие доверия к банкам, отсутствие доверия ко всему. Когда происходит отсутствие доверия, когда не исполняются обязательства, когда наступают проблемы, и ты, допустим, или банк, или предприниматель, и ты не понимаешь, ну то есть условно один банк какой-то навернулся, и ты не можешь понять, это касается только вот этого банка, или он за собой может потянуть еще другие, потому что он же выступал как коммерческий банк, он выступал контрагентом для другого банка, и ты внутри не понимаешь, какие у них между собой были взаимоотношения. И это из-за того, что у тебя нет понимания, ты начинаешь метаться, да, то есть что мне делать с деньгами, чтобы в конечном счете их сохранить. Кризис доверия к регулятору, в чем он заключается? В том, что когда глава регуляторов РС Джером Павел на своей конференции заявляет о том, что, ребята, у нас инфляция высокая, высокая, да, мы, наверное, опоздали с повышением процентной ставки, и поэтому будем это делать гораздо быстрее, чем должны делать обычно, но будем это делать до тех уровней, пока инфляция не достигнет там таргетируемых значений 2%, потом 2% превращается в 2,5%, потом 2,5% превращается в 3%, потом в 3,5%, они постоянно повышают уровень таргетируемой инфляции, да, до 3,5%, потом он говорит, что политика будет достаточно жесткой в Федеральной резервной системе, мы не будем не повышать процентную ставку, процентные ставки будут высокими длительное время, пока это не охладит инфляцию, и мы прекратим печатать деньги. Начинаются проблемы с тремя там региональными банками, более или менее крупными, они берут и там 400 миллиардов долларов печатают за 2 недели. И получается, ты с одной стороны говоришь, я больше печатать не буду, я процентную ставку снижать не буду, у нас будет жесткая денежно-кредитная политика, потому что мы хотим обуздать инфляцию, но тут же другой рукой ты начинаешь печатать деньги, да, и здесь получается кризис доверия, и финансовая система, да, в такой ситуации не может понять, а завтра они как поступят, они завтра что все-таки будут повышать процентную ставку, если будут, то на сколько, а после того, как повысить, как долго они ее будут держать, 1 квартал, 2 квартала, 3 квартала, год они будут держать ее на высоких значениях или сразу же опустят. А они печатают деньги уже, при том, что они и печатают деньги, и повышают процентную ставку, да, то есть это подобно тому, что одновременно сжать и на педаль тормоза, и на педаль газа, когда вы управляете автомобилем. Но что будет, если вы одновременно нажимаете и педаль тормоза, и педаль газа? Машина ехать будет, наверное, да, но с большим-большим риском того, что произойдет с ходовой частью этого автомобиля, что произойдет с двигателем, что произойдет с тормозной системой. Что-то одно сломается, или тормозная система ломается, или двигатель сломается. И чем больше ты одновременно нажимаешь на тормоз и газ, тем больше ты наносишь угрозы всему, всему автомобилю, да, то есть всему движению этого автомобиля в заданном направлении, которое ты для себя определил. И вот этот риск, вот эта вот проблема, она сейчас очень и очень высока, потому что отсутствует доверие. Когда отсутствует доверие, это приводит к тому, что уменьшается скорость обращения денег, уменьшаются инвестиции, уменьшается расширение производства, уменьшается набор персонала, наоборот, начинают оптимизировать, потому что неизвестно, чем это может кончиться. И это вызывает напряженность в экономике, безработица начинает расти, инвестиции в программу сокращаются, производительность труда, обновление основных средств никто не производит до стабилизации ситуации, чтобы хотя бы было понятно, вы все-таки на газ давите или на тормоз давите. Соответственно, происходит сжатие экономики. Когда происходит сжатие экономики, ВВП снижается, экономика сваливается в рецессию, и что ты здесь будешь делать? Ты как бы определись. Вот то, что сейчас больше всего раздражает, да, потому что нет определенности. Когда наступит определенность, тогда станет понятно. И скорее всего, потому как мы видим, сейчас поступает Федеральная резервная система США, в следующие 1-2 квартала будет просто вот это вот одновременное нажатие на педали тормоза, педаль газа. Если ты стимулируешь экономику, тебе нужно снижать процентную ставку и печатать деньги. И это приводит к инфляции, она у тебя и так высокая. Сейчас, говорят, для нас приоритет инфляция. Чтобы сбить инфляцию, нужно повышать процентные ставки. Повышение процентных ставок, оно имеет двойное негативное значение. Основное позитивное значение заключается в том, что начинает сдерживаться инфляция. Минус, обратная сторона этой монеты заключается в том, что все кредиты, которые в экономике есть, все кредиты правительства, корпораций, физических лиц, стоимость обслуживания кредитов начинает расти. И я говорил о новой теории денег, новой монетарной теории Кейнса, который говорил, что если вы хотите стимулировать рост экономики, вы должны увеличить денежную массу, вы должны увеличить скорость обращения денежной массы. И это приведет к тому, что у вас будет экономика расти, потому что товаров будут производить гораздо больше. И вот в этой новой теории денег, она идеальная формула в ситуации, когда у вас растет экономика, растет ВВП, и у вас стоимость денег, стоимость кредита в экономике меньше в процентах, чем темпы роста экономики. Когда экономика растет на 3,5% в год, а стоимость обслуживания кредита, допустим, 1,5%, то вы можете увеличивать свою долговую нагрузку бесконечно долго, до тех пор, пока у вас эта пропорция сохраняется. Ну, допустим, у человека зарплата 100 тысяч рублей в месяц, и он знает, что у него стабильная заработная плата каждый год увеличивается на 3,5%. То есть через год это будет 103 тысячи 500, еще через год там 3,5%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 3,5%. А стоимость обслуживания кредита составляет, допустим, да, составляет 1%. И тебе ежемесячно, ежегодно не нужно погашать тело кредита. То есть ты взял кредит на 10 лет, основное тело кредита ты отдашь через 10 лет, а сейчас пока что вот каждый месяц плати 1% от того, сколько ты должен. И, допустим, если кредит составляет там условно 10 миллионов, 1% от 10 миллионов, это получается 100 тысяч рублей, в год процентов нужно заплатить, а у тебя зарплата 100 тысяч рублей, через год 103 тысячи рублей. Для тебя проблемы обслуживать этот долг в месяц, опять-таки, не составляет, потому что ты отдаешь 100 тысяч в год на обслуживание 10 миллионов. Ты можешь даже взять еще 1 миллион в кредит, спокойно, потому что у тебя зарплата увеличивается на 3,5 тысячи рублей в год. Но что произойдет, если у тебя зарплата расти перестала, а кредит стал дорогой? То есть он у тебя стал не 1%, например, а он у тебя стал 5% с тех же самых 10 миллионов. 5% с 10 миллионов это уже 500 тысяч рублей в год, только процентов нужно платить. А у тебя зарплата остановилась и составляет, я не знаю, 110 тысяч рублей. То есть у тебя зарплата получается в год 1 миллион 320, а процентов ты платишь 500 тысяч. И самое главное, ты не знаешь, что у тебя на следующий год, потому что есть риск того, что у тебя на следующий год зарплата упадет процентов на 3, а ты вынужден будешь для того, чтобы обслуживать кредит, новый кредит брать. И вот это вот ловушка происходит, которую мы наблюдаем в настоящий момент. То есть начинается ситуация, которая последние 30 лет двигала экономику Соединенных Штатов Америки. Все очень просто, у тебя экономика в среднем должна по темпам роста опережать стоимость денег в экономике, которая есть. Как только у тебя происходит обратная тенденция, а сейчас опять-таки стоимость экономики, вот в этом видео мы говорили о том, что сейчас стоимость обслуживания кредита правительства США обходится в 4%. 4% это стоимость кредита для правительства, а экономика в рецессии. То есть реальный ВВП снижается, и все сигнализирует о том, что он снижается, потому что у тебя кредит высокий, производства не растут, но заказы на товар длительного пользования сокращаются, заказы на грузоперевозки сокращаются, закупки менеджеров уменьшаются непосредственно. Они смотрят на финансовые показатели, но население не тратит. В период ковида у них было 12% доля сбережений в общем доходе составляла, сейчас она до 3% упала. То есть все сбережения, какие были, все проели. И, соответственно, тратить ни с чего, доходы не растут. И это приводит к тому, что ВВП снижится, доходы упадут, и в нашей истории, в нашей формуле, получится, что экономика снизится, стоимость обслуживания долга высока. Что будут делать сейчас? И, скорее всего, снова включат печать, снова снизят процентную ставку, снова включат печатание денег, постараются, чтобы на экономику США был минимум удар нанесен. Сейчас, скорее всего, под нож пойдет еврозона, под нож пойдет Япония. И, сдается мне, что в Европе, в Азии, кто поехал, переехал в Европу, в Азию, там будут существенные проблемы в плане доходов, которые получают, в плане инфляции, которая там наблюдается, в плане производства, которое находится на той территории. То есть они будут очень сильно страдать. Проблемы будут у Америки, но Америка, еще раз, это основной и ключевой потребитель в мире. То есть все потребление там сконцентрировано. Ситуация, связанная с Америкой, у них положительные, там, преимущественно положительные процентные ставки, они эффективнее борются с инфляцией. В Европе этого не наблюдается. В Европе не наблюдается эффективная работа с инфляцией, потому что инфляция по-прежнему высокая. Погасить ее не представляется возможным европейским центробанком, да. И здесь возникает вопрос большой, да, к активам банков. Банк в тот же самой ситуации с Credit Suisse, передали активы на баланс UBS. Вопрос выдержит UBS, что будет с Commerzbank, что будет с Deutsche Bank, что будет с ихними активами непосредственно. Помимо всего прочего, энергетический кризис в Европе приводит к тому, что себестоимость очень сильно увеличивается, производимых товаров и услуг, и они не конкурентны на мировом рынке. И начинают эти производства переносить в Соединенные Штаты Америки. И опять же, здесь получается, что эти производства, они могут быть перенесены даже из Азии. Потому что если, там, не знаю, 15 лет назад средняя заработная плата, там, в Китае составляла, там, я не знаю, условно говорю, в районе 100 долларов, сейчас она выросла, там, в район 300-350-450 долларов средняя заработная плата. То есть, там, дешевая сила, уже ее нету в Китае, да, то есть, она не такая дешевая. Здесь уже возникает вопрос. Плюс конфронтация, напряженность между США и Китаем, да, экономической в том числе. Поэтому производства будут переноситься на территории Соединенных Штатов Америки. Откуда они будут переноситься? Латинская Америка, Азиатский регион и, соответственно, Европейский регион, технологичные сектора. Поэтому, думаю, что Америка вырулит. Америке будет, наверное, полегче, чем это будет, опять-таки, как я говорю, в Европе и Азии. Но это все временно, да, то есть, большой бум он грядет, но не прямо сейчас, скорее всего, там, ближе к 27-28 году. В такой ситуации непонятно, что делать, да, то есть, в доллары вкладываться, в рубли вкладываться, в какие активы вкладываться. Вообще, я думаю, что в конечном счете такое большое смелое заявление будет отказ от доллара. Поэтому краткосрочно доллар является, наверное, самой сильной валютой. Но об этом мы поговорим в следующем видео, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Для этого есть колокольчик, на него можете щелкнуть и подписаться. То есть, поговорим отдельно о долларе. Стоит его включать в портфель, не стоит включать в портфель, что с ним может произойти и как, моя гипотеза, могут дальше развиваться события именно с мировыми валютами. Друзья, у меня сегодня на этом все. Традиционно мы выдаем подарки для наших подписчиков. Ссылочка находится внизу под данным видео. Проходите, забирайте. Также оставляйте комментарии, интересно ваше мнение. Ну, а я на этом откланиваюсь. До следующего видео, где проговорим по доллар. Пока-пока.